не обращайте внимание что на нижнем индикаторе у меня стрелки стрелки вверх стрелки вниз не обращайте внимание я напомню что я его установил специально в нашей группе в контакте там есть дата 10 июня если припомню там его разместил там стратегия есть которые также я специально для вас разместил но стрелки которые здесь на этом индикаторе установлены они не показывают вам покупать продавать они показывают дивергенцию конвергенцию данной настройки с этого индикатора убрал чтобы они нам не мешали анализировать а так в принципе то что нужно в нем самое главное я оставил и так в целом теперь смотрим по четырех часовом таймфрейм до сих пор у нас было нисходящее тенденции сейчас смотрите мы сиди показывает наверх в какой-то момент он вот так вот появился у нас появилась в пересечении на данном индикаторе она 2 мы которые у нас сверху этого пересечения нет первое пересечение обычно я всегда игнорирую и в целом здесь продолжается нисходящая тенденция поэтому я думаю когда цена у нас подросла к уровню сопротивления можно было попробовать открыть объем на продажу вот смотрите у нас ближайший уровень и цена буквально к нему и подошла у нас вплотную от этого же уровня и у нас от фрактальной свечки рынок и развернулся мы с вами вчера пытались проанализировать будет ли разворот на евро можно без индикаторного метода проанализировать каким образом разворота происходит хорошо что сегодня много статистики статистики много будет еще завтра завтра еще больше статистики чем сегодня и если посмотреть на евро в целом таковой первый импульс у нас уже реализовался мы на 4 часы веке должны смотреть какой-либо разворот на меньшем таймфрейме слишком много сигналов поэтому сложно будет самая главная цена у нас смогла пробить ближайший уровень сопротивления первая попытка была неудачной вы видели вот вторая попытка у нас вчера показалось весьма удачный рынок скорректировался к данному рубежу и самое важное что нас интересовало это должна была цена стабилизироваться после данного пробития стабилизироваться и обязательно сформировать еще один импульс еще один импульс который должен был быть поддержан рынком уже то есть цена должна продолжить должна была продолжить двигаться дальше наверх получается что как таковая первая статистика была у нас рынок проглотил данный рубеж в начало выхода статистики до закрылся выше но 2 импульса не было я не считаю что уровень свечка которая была в 1 19 8 часов что это как раздельное явление я считаю что я их объединяю обычно в один импульс в связи с тем что жду просто для разворота поглощения свечи которая должна быть который должна иметь абсолютно экстремальный минимум либо максимум в зависимости от тренда из нас нисходящий тренд поэтому эта свечка самым низким минимумом естественно ее максимум должен быть поглощен если если ждать вообще какого-то разворота но это все половина задачи для разворота тренда потому что нужно было бы дождаться еще статистики после стабилизации цены и наконец потом продолжить двигаться наверх тогда можно было попробовать зайти уже в это движение чего у нас здесь не было так это вот именно реализации данного импульса и рынок пошел у нас вниз если посмотреть на теперь уже также четырехчасовой таймфрейм мы с вами видим что цена находится несколько выше оптимистичного уровня это 1 15 670 что радует пока что покупателей но в целом я считаю что это все не разворот пока цена у нас не сформировала нужную формацию развороте говорить нечего сегодня а также у нас будет занятие я постараюсь вам рассказать о том что откуда взялось именно вот откуда взялся данный подход к анализу каких-либо разворотов тренда то есть как обычно тренды разворачиваются и откуда вообще это все появилось первоисточник все это вам расскажу суть в чем суть в том что можно смотреть минимальных таймфреймах максимальных таймфреймах но логика должна быть одна и та же значит теперь если смотреть по часовику по перспективе гораздо меньшей соответственно горизонт инвестирования совсем другой у нас свечка которая имеет абсолютный минимум вот она и и максимум был поглощен уже давно получается вот то есть вот у нас было движение первый импульс это получается который был у нас поглощен поглощен наконец вот он импульс цена некоторое время стабилизировалась то что в принципе мы ждали на четырехчасовике и наконец пошла наверх вот она начинает реализовываться то что мы ждали и вот смотрите внимательно значит как только рынок пошел наверх если к скорректировавшись к предыдущему импульсу пошел наверх движение здесь в относительно краткосрочной перспективе прекратила связи с тем что уровень который у нас здесь с вами был уровень сопротивления он не был пробит то есть второй импульс который у нас был после разворота тенденции сам уровень сопротивления сам уровень сопротивления не пробил то есть цена получается тенями пробивала данные рубежи но закрепиться выше не смогла в этом вся проблема и рынок не пошел наверх то есть фактически рынок дошел до экстремальной отметки уровня сопротивление тут же пошел вниз если бы рынок смог как это обычно делает золото например часто пробить сходу этот уровень одновременно импульсом который должен был быть реализован то что вы ждали на четырех часовики потом возможный сформировав откат мы бы потом после этого отката ждали бы движения наверх и попробовали бы зайти но этого всего не реализовалось вы видите чего у нас не было именно вот этих постепенных можно сказать действий покупателей для реализации разворота если это не сложилось соответственно ни о каком развороте и речи быть не может обычно покупатели продавцы следят внимательно за этим явлением за этой тенденцией и обязательно если рынок не может чувствуется слабость покупателей например на развороте в нисходящем тренде если это происходит то как правило продавцы сразу входят в сделку на продажу если элементарно сейчас мы уходим с вами от уровневого анализа рынка пытаемся проанализировать с помощью macd того же самого да то получается что мы здесь с вами торгуем по тренду я не торгую контртренд обычно с помощью данной стратегии изначально я торговал только в тренд и вот получается что здесь у нас с вами был сигнал на контртренд вместе с импульсом обратите внимание который в принципе в какой-то момент уже закончился и можно было просто вчера вечером или сегодня утром открыть сделку на продажу одновременно обратите внимание что свечка которая у нас на часовике показала сигнал на мы сиди одновременно на повинке веришь 5 и 13 цена у нас пробила ближайший фрактал 116 от разворота тенденции цена пошла вниз поэтому можно было просто пробовать открывать сделку на продажу уже просто по тренду уже здесь ошибок не должно было быть вот но я вам детально так вот по евро доллару сейчас все рассказал так как допустим если бы я с вами сейчас анализировал все по детально как оно происходило в моменте в целом продажи идет у нас с вами после появления свечи которая была у нас вами зарегистрирована в час по времени терминала на следующей свечке был некий некий откат но как видите удачно рынок все таки не пошел наверх пошел вниз и можно было попробовать зайти в это движение если открыть минимальный таймфрейм давайте откроем минимальный таймфрейм у нас первый импульс как таковой был потом на часовике линия на слишком маленькая получается на не захватывает естественно ширину всю весь этот диапазон потом у нас последовал некий откат рынок откатился да вот эта тень которая на часовике у нас с вами было и потом обратите внимание я даже попробую на пятиминутку сначала переключиться чтобы не усложнять вот здесь некий такой уровень который у нас с вами является скрытым часто покажу берем так 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 вот скрытый уровень спроса который в принципе должен был бы быть у нас с вами пробит и цена просто напросто коснулась его это получается уровень спроса когда мы с вами анализируем восходящую тенденцию восходящий тренд рынок коснулся данной отметки и развернулся вниз в принципе можно было попробовать зайти в сделку на продажу здесь нужно думать одновременно из позиции покупателей и продавцов вот одновременно цена коснулась данного рубежа и последовал движение вниз если взять минимальный таймфрейм то получается здесь немножко другая тенденция здесь тоже самое уровневый анализ можно применить но если взять покрупнее если взять покрупнее вот так вот как я сейчас делаю обратите внимание в моменте когда у нас появлялась возможность открыть продажу вот здесь у нас в моменте с часа 49 мы поймали сиди не могли с вами открыть продажу здесь нужно обязательно смотреть чтобы мы сиди совпадал с мовинг и веричная на графике вот как таковой сигнал поступил где-то в 210 в 211 одновременно цена потом у нас с вами закрывшись ниже скрытого уровня уже предложение вот он у нас с вами и как таковой сигнал уже по уровням поступил именно в это время это было в 2 12 после этого можно было попробовать зайти в продажу здесь уже более-менее осторожно потому что также и цена пробила у нас с вами здесь ближайший уровень которому также она и откорректировалась в целом если не усложнять весь анализ рынка таким образом просто можно было от с вами открыть на часовике если как-то торгует по часовику увидев то что цена пробила ближайший фрактал закрылась ниже в принципе мы сиди стал показывать вниз все в принципе отлично можно было попробовать зайти в это движение одновременно мовенькая веришь тоже показывал вниз насколько спрашивают глубоко в краткосрочной периоде будет снижение до какого уровня до какого уровня ну во первых смотрите сейчас цена пришла к уровню реально вот он уровень у нас с вами в идеале цена просто сейчас к нему пришла уже первый раз отбилась и вторая попытка у нас до предполагать или то что вы меня спрашиваете вы хотите чтобы я вам сказал то что никто на самом деле никогда не скажет потому что это будет бессмысленно до какого уровня цена пойдет я могу вам сказать что есть высокая вероятность что цена сейчас идет именно к уровню 1 15 500 вот он по крайней мере к этому рубежу фрактальные отметки на часовике вот этот рубеж все пойдет ли она к нему сейчас именно а тут нас потенциал это сейчас скажу сколько тут 16 пунктов потенциал дело осложняется тем что цена сейчас на уровне стоит видите первый раз она оттолкнулась от него разворота не последовало в целом рынок смотрит вниз поэтому есть вероятность что цена может пробить этот уровень и прийти даже пробив 1 15 500 вот есть такая вероятность на самом деле но если вы являетесь профессионалом или полупрофессионалом вы должны понимать что рынок может развернуться в любой момент и после входа в позицию нужно было успеть часть профита зафиксировать и естественно уже обезопасить свою позицию в целом перенеся стоп стоп лосс на уровень открытия позиции или на уровень безубытка как вариант вот вы не думайте что я буду как либо каким-то образом гарантировать что цена именно сюда пойдет есть высокой вероятности нужно было заходить в это движение с этой целью так будет правильней вот давайте посмотрим по фунту фунт ослаб у нас если говорить о том что у нас недавно фунт был относительно сильным сейчас у нас лапы нисходящая тенденция здесь ускорилась если на дневном графике мы видим уже здесь на слабое слабое восстановление у нас получается было сейчас цена пришла к важному уровню 1 50 300 есть высокая вероятность что данный рубеж может быть пробит потому что рынок не разворачивается есть высокая вероятность что рынок пойдет дальше вниз если смотреть на четырехчасовике получается все то же самое если не усложнять анализ рынка сигналы как таковые по нашей простой торговой стратегии появились где-то в районе сейчас посмотрим сколько полуночи спорта 1 16 до видите то есть грубо говоря достаточно момент перехода вот обратите внимание на перекрестие у меня совпадает и вот если смотреть по мунике в речь то получается то где-то в 12 часов на 1 16 у нас здесь появились появились такие сигналы для продажи но в целом элементарно берем опять вставку фигуры прямоугольник ничего не усложняет берем выделяем уровень у нас с вами есть уровень до опуска будет так вот цена вышла из данного диапазона вот во сколько да это более уже надежный сигнал и можно было на скользящий средний тоже посмотреть куда они будут показывать и вообще все остальное иногда финансовые же пользую комодите членов индекс более-менее надежно дело все в том что здесь схождение цены индикатора не было здесь также все продолжилось движение вниз и поэтому можно было подождать отката и на нем зайти в сделку на продажу этот подход он более точный и более продуктивный если анализировать момент пробития какого-либо фрактала одновременно находя если дивергенции или конвергенции в момент пробития фрактала на индикаторе комодичного индекса в принципе абсолютно нормальное явление и советую таким же образом тоже оценивать настройки вы видите в принципе пробитие было весьма весьма даже многообещающе ничего экстремального здесь противоположного по индикатору мы не находили элементарно понятно было что если будет откат можно бы попробовать зайти в сделку на продажу откат у нас тут реализовался и цена у нас до уровня импульсной свечи немножко даже не дошла вот он был до практически некоторое время можно было нервничать но цена не смогла до этого уровня дойти последовало дальнейшее движение вниз на котором можно было пробовать уже и заходить снижение продолжается сейчас в режиме онлайн если посмотреть просто минимальный таймфрейм если кого-то интересно сейчас именно вот в текущем режиме времени после незначительного отката есть просто шанс стабилизации цены значит предполагаю лучше всего для того чтобы попробовать поторговать помощью данной торговой стратегии дождаться нужно нам с вами открытие европейской торговой сессии в 9 в 10 по времени терминала я думаю будут более активные действия единственное что иногда увидите фонд либо евро не часто не часто но бывает прям с открытия рынка показывает какую-то сильную тенденцию действительно тут такое и реализовалась в целом если представить что у нас здесь с вами был боковик видите боковик то есть что-то похожее на консолидацию цена просто вышла из данной консолидации смотрите появился у нас выход цена пробила ближайший фрактал и после некоторого времени цена ускорилась двигаться дальше вниз можно было посмотреть на скользящие средние на и мы сидим в принципе это же попробовать зайти в движение усложнять здесь ничего не нужно сейчас сейчас что-то подобное у нас формируется но не совсем то консолидация которая хотелось говорить это не консолидации просто боковик если посмотреть на ближайшие фракталы в принципе пробитие фрактала 50676 может быть тоже сигналом для входа на продажу после отката как вариант посмотрим итак но лучше все таки я говорю скорее дождаться 9 или 10 часов времени по терминалу движение будет относительно сильным скорее так доллар кипонии здесь мы с вами пытались берем фигуры уровень у нас долгосрочные видите да на дневном графике от которого цена отбилась у нас уже второй раз многие участники просто брали и торговали здесь на понижение до сих пор не понял связи с чем они тут пытались продавать хотя здесь бывшие возможности было на покупку и сейчас покупка у нас и реализуются до сих пор рынок продолжает расти единственно что не переходит ускоренная фазу развития тренда потому что отметка 118 900 еще пока достаточно далеко цена сейчас просто подходит уровню которая фактически является у нас фрактальным уровнем от разворота тенденции вот вот так вот если выделить и сейчас вот уже скоро у нас ситуации будет разрешаться здесь есть рубеж очень важный вот он его показываю это отметка по импульсной свечки если посмотреть на ее рубеж 18 340 цена к этому рубежу пришла у нас во время вебинара если рынок сейчас у нас попытается закрыться выше и пойдет дальше наверх грубо говоря это я вам по дневному графику анализирую тогда мы будем с вами предполагать возможное дальнейшее методичное восстановление данного торгового инструмента если нет тогда можно будет ждать завтра и черную свечку и тогда уже скорее коррекция от этого движения у нас будет реализована но пока что сейчас свечка не закрыта и рынок пытается расти и так если посмотреть уже на четырехчасовом таймфрейме здесь реализовался импульс смотрите как интересно получается на дневке у нас сигнал на вход в покупку нет на четырехчасовике уже давно все реализовалось вот как таковой цена пришла к уровню сейчас видно и мы смотрим как это выглядит на часе на четырехчасовике в целом получается что рынок сейчас стабилизируется под сильным уровнем есть все шансы что цена может его пробить клин формируется под уровнем видно можно сказать что на 15 минут на таймфрейме уже что-то похоже на что похоже уже на некий восходящий треугольник который пока что до конца не сформировался но рост продолжается так вот интересует австралия австралийте давайте посмотрим глобально тут цена просто пришла у нас к сильному уровню мы достаточно давно анализируем этот инструмент и отбилась намеченном таймфрейме здесь очень долго может реализовываться данная ситуация если глобально смотреть шансов шансы есть на разворот на самом деле они невелики просто нас подкрепляет здесь то что цена к уровню пришла а так целом в целом тенденция здесь нисходящая как рынок должен на статистике развернуться и пройти очень большой торговый диапазон если смотреть по недельному графику здесь пока замедление нисходящей тенденции тоже нет дело все в том что даже вот свечка который имеет абсолютный минимум она была у нас с вами перекрыта следующей свечкой но сейчас рынок корректируется вниз поэтому пока каком-то оптимизме на недельном графике тоже говорить не приходится что касается дневного графика вот недельный и дневной обратите внимание как у нас выглядит индикатор и мы сидим реагируем на данные формации на меньшем таймфрейме то есть неоднократно конечно мы сидим у нас гораздо раньше показывает что-либо вот видите да и какой то момент он уже нам показывал что по идее сейчас здесь может сформироваться разворот это ложный сигнал отдал на покупку в целом цена сейчас находится выше данного рубежа что является оптимистичным сценарием для покупателей по дневному таймфрейму многие на самом деле успели купить я так думаю что многие успели купить австралию пока цена находилась на рубеже где-то в районе 080 81 в этом районе 081 но сейчас я в принципе советовал бы просто если те кто из вас купил на самом не можно сказать просто есть смысл держать длинную позицию часть профита надо закрыть потому что что вы дальше естественно это будет зависеть от рыночной кандидатуры ты и улучшение или от ее ухудшения на данном торговом инструменте самый простой способ это всегда успев зайти правильно в позицию дождавшись прохода цены небольшой но небольшой торговый диапазон успеть перевести позицию без убыток так будет правильнее и надежнее если сейчас открывать уже меньше таймфрейма у нас в моменте тут видны и сигналы и на покупку и на продажу вот у нас был сигнал как таковой на продажу это где-то было в 4 часа 13 и 16 в 20 часов что-то у нас начало появляться но как таковой сигнал на продажу здесь не доформировался единственное что сейчас если посмотреть по австралии видно вот два примера смотрите как интересно выглядят цена у нас первый раз выходил из диапазона вниз и на следующей свечке возврат произошел у нас видите да рынок не пошел вниз если сейчас посмотреть выход цены из диапазона первый раз протестировали данный рубеж второй раз пробили есть шансы что рынок пойдет вниз действительно примерно в район сейчас скажу следующего уровня вообще на самом деле так близко тут уровне находятся что минимум который сейчас сформировался на 4 часа веке цена уже пришла можно сказать на уровень опять нас ждет с вами вероятность и так если посмотреть по часовому таймфрейму то в принципе вот что-то сейчас назревает но вот сам по себе сигнал на вход по часу он был гораздо раньше получается это была возможность зайти в позицию в час по времени терминала после незначительного отката если считать что у нас с вами не часовой таймфрейм а двухчасовой после незначительного отката цена все-таки продолжил движение вниз покупки мы здесь не видим на самом деле пока цена не преодолела и не закрылась выше сейчас скажу какого уровня выше 82 0 82 если переодолевает закрывается выше для краткосрочных участников тогда можно будет говорить что лучше от продажи здесь отказаться а пока сейчас превалирует здесь продажи и я думаю что стоит стоит торговать на понижение если смотреть на меньший таймфрейм вот у нас спроса даже не хватило рынку дойти до важного уровня который мы с вами видим скрытый уровень но с другой стороны можно было бы сейчас давайте скомбинируем просто посмотрим на то что здесь достаточно много у нас уровней цена просто показала на вторичное восстановление в плане роста предложения вот и находится сейчас ниже данного уровня сопротивление я не сторонник сейчас открывать сделку на покупку есть больше шансов на продажу есть если отменяется если прям в режиме онлайн говорить то по идее у нас еще один диапазон сформировался если никто из вас не открывал позицию вот выход цены с диапазона вверх либо вниз сейчас 81 726 и 81 794 и разрешит данную ситуацию но я сторонник того что если цена скорее пойдет вниз лучше открыть сделку на продажу опять же нужно следить за уровнем открытия черной свечки если он будет поглощен следующей свечкой что австралиец любит делать как видите да то лучше просто избавиться от этой позиции чтобы не получилось подобное явление что у нас было например реализовано сейчас скажу 16 числа в полночь видите была импульсная свечка а потом появилась поглощающая свеча которая перекрыла ее поэтому нужно будет сразу же на следующей свечке просто избавиться от позиции вполне возможно рынок реально захочет развернуться сейчас пока если смотреть по пятиминутному таймфрейму сигналов на разворот нет больше шансов на снижение и так у нас вебинар закончился я смотрю время уже прилично прошло все кто были всем большое спасибо в следующий вебинар будет 9 30 рекомендую посетить всем спасибо до свидания